Мы находимся в аэропорту города Лос-Анджелеса. Наше путешествие начинается. Летим в Рим. Аэропорт очень большой. Оно в том терминале. Летим с посадкой в Канаде. Город Калгари. Сейчас будем залетать уже. В Калгари лететь три часа. Идем на посадку. Частный сектор Калгари. Фермерские поля. Вот такой вид Аэропорт Калгари. Это мы уже вышли, прошли секьюрити контроль. Здесь написано «Канада». И такая скульптура. Дикий пони. Красиво сделано. Вообще, неплохой аэропорт. Бестро, где можно посидеть короткое время. Но поскольку у нас 6 часов, мы хотим выйти в город. А это вот сделаны леса, скалистые горы. Оформлено интересно. Сейчас приобретем билет на автобус. И вот здесь номер 7. Будем ждать наш рейс, чтобы выехать в город. Нам надо отдал семьюртикет. Только два тикета взять. Да. Поедем в центр. Посмотрим, что из себя представляет Калгари. Первый европеец попал на территорию Калгари в 1787 году. Тогда здесь жили североамериканские племена, которые кочевали. Когда появились уже европейцы, то они образовали форт. Позднее этот форт переименовали в Калгари. Стал расти город. Так живут канавцы в Калгари. Частый зерд артомики. Бензин в Калгари. Доллар 46 за литр. Несмотря на то, что Калгари является нефтяным городом, бензин в нем дорогой. Сейчас речку проезжаем. И уезжаем в даунтаун. Через город протекают две большие реки. Боу и ее приток Элбоу. Имеется несколько крупных озер. Несмотря на небольшой возраст, Калгари имеет много интересных мест. Здесь есть музеи, художественные галереи и много небоскребов. Одной из достопримечательностей Калгари является вот эта башня. Она высотой 190 метров. Наверху, по-моему, у нее есть ресторан и смотровая площадка. Ресторан вращающийся со смотровой площадки. Прекрасно видны скалистые горы. Это, наверное, вот и есть Стефани. Да, Стефани Авеню. Это пешеходная улица. Люди здесь гуляют. Транспорт по выходным не ходит. Здесь ресторанчики. Такой вот колорит свой специфический. Очень приятно здесь. И это вот продолжение тоже этой улицы. Дошли до башни. Хотим подняться на нее наверх. Здесь приобретаются билеты на башню. На элеватор. Сейчас сядем. Подняли, сейчас посмотрим. Вот тут такие стекла. Вот так вот. Видите, как страшно? Ой, как страшно тут стоять. По стеклу ходить опасно. И вот такой вид на город с высоты этой башни. Довольно зелено. Калгарит является туристическим городом. Он находится на юге провинции Альберто. Среди предгорий и прерий. Угу, спасибо. Ну а тут сувенирный магазин. Но мы не будем ничего покупать. Потому что нам надо в аэропорт успеть. Ух. 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 Поскрёб. Видите, какие интересные квадратики наверху? Своеобразный такой. Мы взяли такси, потому что боюсь, что мы не успеем. Мы забыли, что в Канаде нету такой вот списки, очередей. Всё так спокойно, мы бегаем, как ужалены. Уже пришли к своим воротам у нас в D-78. Ждём, когда объявят посадку. Покидаем Канаду, бай-бай камера. Здесь хорошо видать реку, которая проходит через центр города. Самолёт битком забит. Лететь нам до Рима в 9,5 часов. Завтра в 12 дня мы будем уже в Риме. Ночь, как говорится, не отдыхать, не дадим простоять. Ну, как обычно, в самолёте подают ужин и завтрак. Вот это наш ужин. Это курица, салат картофельный, кейк, масло, вода. А ещё и всё. Ещё предлагали паспорт, но я заходим. Унландия. И Affiliate. Сомолётом. Так смотрится. Идём на посадку. Береговая линия хорошо видать. Здесь поля распаканы. Большая территория леса. Город смотрится зелено. Много деревьев. Мы уже в аэропорту города Рима. Ждём багаж. Очень быстро прошли таможенный контроль. Такое чувство, что таможенникам пофиг на всех. И они это очень быстро нас пропускают. Отсканировали паспорт, сфотографировали и поставили печать. Очень быстро всё налажено. Сейчас получим багаж. И поедем домой. Сели в поезд. Вот такой же поезд, как напротив. Он идёт до центра Рима и ехать минут 30. Мы уже и тронулись. Это хорошо. Идёт, не останавливаясь, экспресс. 14 евро. 14 евро. У нас хорошая, добрая традиция. Мы в прошлом году были во втором Риме. Это Константинополь или Стамбул по-современному. В этом году приехали в Первый Рим. И как-то надо ещё съездить в Третий Рим. В город Москву. Посмотреть её. Я была давно там. Здесь вдоль дороги Алиандрова всё цветёт. Разве всё так красиво. Это мы до центра доехали. В термине называется. Теперь сядем ещё на метро. И проедем две остановки. И уже будем дома. Короче, не всё так просто. Станция просто огромная. Здесь очень много ходит этих поездов. И вот мы заходим в ТИМ, чтобы купить себе ТИМ-карту. Метро в Риме. Грязная. Вонючая. С московской метро не сравнить. Это автоматы, где приобретают бюзеты. И верьте, она заставляет меня таскать сумки тяжёлые. Да. В этом доме мы вот поселились. И мы поселились. Ну, Леша, ну что ты не даёшь мне снять? В этом доме мы поселились. Двери закрываются на ключ. Здесь на третьем этаже мы будем жить. Сейчас дождёмся лифт. Вот такой крошечный лифт я никогда нигде не видела, скажу честно. Это что-то с чем-то. Обязательно нужно закрывать двери. Иначе лифт не работает. Выходим из лифта и идём по такой терраске. Здесь очень всё симпатично. Цветочки растут. Внутренний дворик такой странный. И вот наша квартира. Сейчас зайдём, посмотрим, как здесь. Это у нас коридор. Здесь вот такой вот секретер стоит. Это очень небольшая кухонька. С холодильником, с плитой, с микроволновкой. Посуда, конечно, здесь есть. И вот ещё одна комната. Тут диван. Здесь стол. Буфет с посудой. Там выход на балкон. И туалет. И душ. Раковина. Тоже какие-то картины висят на стенах. Там входная дверь. И спальня. Здесь кровать. Ну, наверное, квин на двоих. Это комод с зеркалом. А это шканер. Это балкон. Балкон выходит тоже во внутренний дворик. На этом я буду заканчивать своё видео. Для завтрашнего дня начнём смотреть достопримечательности Рима. Гулять по городу. В общем, до новых встреч.